Топовая задача – это продажи. Сколько стоит твой тренинг? Я как тренер, как собеседник, должен быть готов выйти за рамки. Да, я где-то подокуплю шлакоблоков. Алло, Максим? Да. Добрый день. Добрый. Это Владимир Якуба, шлакоблоки плюс Москва. Есть буквально пару минут? Слушайте, я очень занят. Владимир, вот то, что вы рассказываете, я и так все знаю, я им объясняю, они мне не верят. Нет пророков в своем Отечестве. Как ты себя идентифицируешь? Ты предприниматель или бизнес-тренер? Наверное, два в одном, Максим. Как предприниматель я в свое время, мне сколько, 36 лет, в 10 лет я стал продавать рубашку на рынке, которую моя мама приобретала в Черкизово и занималась предпринимательской деятельностью. Но, правда, толком-то никуда не выросла с точки зрения какого-то большого масштаба. Но я вырос с точки зрения навыков. Я про направление первого расскажу, а второе – это тренер по лидерству, продажам и направлению HR, работе с командой. Я с точки зрения загруженности по времени больше тренер. Во всяком случае, сейчас я только что приехал с мероприятия, публичное выступление, которое я проводил для одной компании, завтра я еще в Минск проводил для другой, у меня будет аудитория в 2100 человек. То есть загрузка больше тренер, потому что мне это нравится больше, я от этого получаю удовольствие. Поэтому, отвечая на вопрос, от чего ты получаешь удовольствие, кайф от тренерства, от обучения, от больших аудиторий, значит, я больше тренер. Как выглядят твои бизнесы? Сколько их? Их шесть, но основные, от которых я получаю некоторую доходность и три. И я приведу примеры. Первое – это компания TomHunt с 2007 года, хэдхантинг, продвижение топ-менеджеров, личный брендинг. Второе – это некоторые объекты, которые мы строим за свои деньги и для себя. Например, детский садик, детский центр, который я запустил, называется он «Лидер Китс». Три года тому назад я построил его в Нижнем Новгороде, четыре этажа, 730 метров квадратных на таком большом участке. Ну, точнее, какой большой. 16 соток плюс еще 16, оно в общем получилось 35 соток. И было непросто, потому что только когда я стал строить, я понял, что такое быть настоящим предпринимателем. Не там, знаете, обучение проводить, консалтинг делать. А ты построил здание, к тебе приезжает администрация, МЧС, задают вопросы, пожарные, СЭС и так далее. И третий бизнес – это строительство умных домов. Что это? Ну, вот объект сейчас строится в городе Сочи. Ну, умные дома – это когда ты все делаешь с телефона. Это когда все происходит интуитивно. Когда у тебя все автономно, вместе с системой кондиционирования, вместе с музыкой. Ты все запускаешь с телефона или с голоса, ты управляешь шторами, занавесками, безопасностью, камерами. Понятно. И главное не переигрываться. И как ты пришел к именно этим бизнесам? Почему они возникли в твоей жизни? Все из этих трех направлений возникло только потому, что мне все это нравилось. Ну, то, что касается умных домов. Да мне это нравится. Я это сделал для себя, и мы это строим для заказчиков. То, что касается детского садика. У меня родился ребенок, я захотел что-то подобное сделать. Я построил, но потом уехал из этого города. Сейчас запускаю франшизу, теперь по другим новым городам. То, что касается первого, я когда-то случайно стал работать в кадровом агентстве. Мне это понравилось, затянуло. А потом я спустя 4 года понял, а почему мне саму не открыть? Когда уже проработал в свое время в компании МТС, наемным HR, в маленьком кадровом агентстве. Ну, то есть и вот так, и чуть-чуть, и небольшая организация. Открыл свое. Вот так все и происходит. И, кстати, как я пришел в тренерство, когда ты получаешь в какой-то сфере какую-то компетенцию, становишься все профессионально и профессионально, то почему бы об этом не говорить окружающим? Что я и стал делать? Что такое бизнес-тренер сегодня? Знаете, мне вспомнилось, люди, здесь человеку плохо. Есть кто-нибудь из докторов, из врачей? Знаете, я бизнес-тренер, и я бизнес-тренер, и я. Ну, как такая вот поговорка. Так вот, много людей, которые могут себя называть бизнес-тренерами, и это по-простому преподаватель, человек, который доносит знания, делится каким-то своим опытом, тренирует людей. Однако для меня это, это человек, который две вещи делает. Первое, мотивирует людей к тому, чтобы они делали какие-то новые шаги в продажах, в переговорах, работе с командой, в личном развитии, работа со стрессом, страхом и так далее. Мотивация. А второе, это ты делишься контентом. Так вот, на первое место ставлю именно мотивацию. Ты не только, извините, интернет пересказать, через свой личный опыт перенести, а ты должен сделать так, чтобы он, конкретный Максим, захотел после этого встать, пойти и делать так же. Что ты для этого делаешь и какие инструменты используешь? Если бы я сегодня ввел лекцию, и там была аудитория, то я бы делал четыре вещи. Первое, я бы показывал интересные слайды, переключал бы, все было бы структурировано, системно, но этого мало. Второе, знаете, модное слово такое, стори-теллинг. Я бы рассказывал историю. Знаете, на Западе американцы очень это дело любят, но они, по-моему, переигрывают с этим. Одни истории сплошные, как я побирался где-то, потом стал великим. Нет, это всего лишь одна из частей, но очень важная. Это второе. Третье, я работал бы с аудиторией, вот видите, там, жесты, хождение, вызывал бы участников. Богдан, подойди сюда, пожалуйста. Переключал бы на сцену, кто-то двигался, что-то происходило бы. И четвертое, я бы, наконец, нес вот тот самый преподавательский, лекторский, конкретный контент. Вот четыре вещи. Ну, то есть, ты делился бы экспертизой. Через призму разных подходов. А в чем ты более экспертен? Продажи, лидерство, мотивация или какие другие сферы? Три сферы и одна такая дополнительная. Это вот как правильно. Продажи. Я на этом собаку съел, как говорит, снег зимой. Или, как у меня был случай, в Южно-Сахалинске я продал армянину, продавал армянину асфальт. Снег уже пошел. Я помню, я ему позвонил, говорю, ходите асфальт, так и так, можем ли поговорить. Он говорит, в случае, какой асфальт, снег идет? Я помню его ответ этот. Но в результате мы договорились с ним на песок. Песок он был готов рассматривать. Ну ладно, вернемся. Продажи. Второе – это управление или личностный рост или лидерство. То, что касается управленческих навыков. И, наконец, третье – это работа с командой и HR. Кстати, если что, четвертое, я говорил дополнительно. Я обучаю психиатров и неврологов уже 8 лет. Сегодня именно такой день и был. Я в Москве работал с психиатрами, заведующими отделением психиатрических. Да, слушай, вот как мы знаем, очень много людей, которые называют себя бизнес-тренерами, и поэтому профессия вот эта вот, она, ну, я бы сказал, дискредитирована. Как отличить человека-специалиста от профанатора? Ты правильно подметил. Я поэтому с этой поговорки и начал про «я бизнес-тренер и я». Так вот, как отличить, если бы я был заказчиком потенциальным и просто выбирал, и уже принял решение, что мне это надо, это нужно не всегда на разных этапах развития организации. Часто своими силами что-то можно сделать. Ну, если я выбираю, то я бы смотрел на два основных критерия. Первое – это какой бэкграунд за этим человеком. То есть есть люди, которые продают информацию. Вот инфобизнесмены, я не очень люблю это слово. И я даже немножко подальше стараюсь от такого словозачитания быть. Хотя тут вопрос аббревиатуры только. Если человек продает только информацию, и при этом он сам не окунался в похожие сферы или в эту сферу, то есть определенные риски. Соответственно, нужно проработать. То есть он проработает, подает в лучшем случае знания, но не навык, да? Точно, да. Он может пытаться продавать навык, но если он его не пережил, сможет ли он его продать? Пережил ли он его по-настоящему? Знает ли он сирийские подводные камни? Хорошо. Это вот первое. А второе – это умение донести. То есть ты можешь прекрасными знаниями обладать, построить бизнесы, проекты. Но если ты не можешь людям правильно объяснить, если ты не можешь сделать так, чтобы они после разговора с тобой захотели, или серия «да ну, вот у тебя так получается, у меня так не получится», если ты не можешь у него вот этот тумблер включить, тогда риски тоже повышены, что не получится. Ага, в какую, так, чтобы знать, потому что очень комплексные поставки мы делаем. Ну, раз, нахуй. Мы в междугородные перевозки вышли. Ага, понял. А, кстати, с вами можно сотрудничать, если что-нибудь перевозить, да, я понимаю? Я чувствую. А какие у вас машины? Каунтуры. Ага. Открытые, закрытые. Готованные, открытые есть. И открытые, и закрытые есть, да? Да. Вот нам открытые нужно, чтобы арматуру грузить бывает. А откуда вы возите? Ну, из Волгограда, из Липецка возим, по всей России возим. Нам цены тогда нужно знать. Не, ну, раз так, тогда так поговорим. Упы, да. А, ну, да нужна цена, я скажу. Здесь, а, значит, это размер, раздел торга, я должен удивиться. 7 рублей? 37 рублей, человек. А, 37 рублей. Ага, понял. Это 37. 37, понятно. Ну, так, если переговорить, можно и симпатичнее сделать, да? Ну, так смотрим. То есть, когда вам говорят сумму, вы должны всегда расстраиваться, чтобы торговаться. Даже если бы сказал 24 рублей. 24? Ага, понял. А машина у вас сколько? 5 штук. 5 штук, ага. И все, все, вот эти, открытые, да? Ну, один реферилизатор есть. Угу, ну, реферилизатор нам не... Ну, у вас какие объемы, перевозки, большие? 20-тонники. 20-тонники у нас возят, вот сейчас заказ там, в нижнюю ногу от оцинкованной рулоны ведем. Еще что-то, ну, довольно объемно бывает. Ну, фура есть в Москве сейчас? Ну, давайте, как бы, вот, телефон. Кстати, вот у меня менеджер спрашивает, у вас фура сейчас в Москве есть, нужно кое-что доставить? Нет, в Москве у меня сейчас нет фура. У меня сейчас есть фура Новошахтинск. Не угадали, Новошахтинск, у нас там нет загрузки, я вас понял. Хорошо. В Ростове. В Ростове, все понял. Так, ну, и, значит, по условиям просто 37 рублей, да, оплата, наличка уже при получении можно, да, и можно по безналу, да? Нет, по безналу все. По безналу все, ага, понял. За платон мы там ничего не доплачиваем за эти все истории? Нет, 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 вас ничего больше не интересует, вы только платите, вот, пункт А до пункта П. Все понял. А если, ну, так, чтобы конкурентно выглядеть, если не 37 рублей, то на сколько там симпатичнее может быть цена, чтобы уже... Крайняя цена 34. Ага. Видите, как хорошо порастраивается, да? Раз уже 34. Тут можно 34, да? Да. Ладно, ладно, понял. Ну, хорошо, я тогда коллегам информацию передам, еще раз, вот на этот телефон ваш звонить. Вы руководитель, да, и собственник? Да, да, да. И собственник тоже, да, то есть вы центральное лицо? Да, да. Ага. Значит, по 34 рубля, хорошо. Все вопросы, можем решать, как бы, если даже, может, под вас подстраиваться, под ваши адресы, если они у вас есть. 34 нормальная цена? Угу. Отлично. Может, 30-ку договоримся? То есть можно найти общение. Можем, только надо уже конкретнее говорить, сейчас уже, сейчас перегибать не нужно. Договорились? Ну что, спасибо. Тогда хорошего дня, если что, от меня мой руководитель Виктория зовут, или, возможно, Кирилл, перезвонят вам, и уже будем договориться конкретно. От Владимира скажет. Ну, мы компанию нашу сучьи не имеем. Так, поставка. Хорошего дня, хорошего дня. До свидания, Петр, всего доброго. А может, и телефон? Вот и раздел торга мы досрочно рассмотрели с вами. Я вообще смотрю на тебя, и еще раз ловлю себя на мысли о том, что вот есть некое качество, некий блеск в глазах, некая такая вот жизненная энергия, которая отличает ярких бизнес-тренеров, наверное, хороших. Я не могу сказать, я тебя не видел в работе, но, наверное, ты замечательный. Вот, и является ли это каким-то критерием, вот такой вот энтузиазм, способность зажечь, или это тоже можно спрофанировать? Да, является, и спасибо за доброе слово. Вот, и мы сейчас сидим, разговариваем, я готов, я как тренер, как собеседник, должен быть готов выйти за рамки. Ну, например, я вот сейчас, мы сидим, разговариваем, я должен быть готов встать, бросить из-за стул, если нужно. Ну, не нужно, но вопрос готовности. Если ты тренер, ты должен быть готов застучить рукава, позвонить, решить какой-то вопрос. Или ты должен выйти за рамки помещения, выйти и разговаривать с клиентами, которые там толпятся. Или же ты рассказываешь про мотивацию команды. Так, слушай, если ты самый умный, у нас там 100 человек сидит, иди поговори, вот эти двое ребят хотят уволиться. Иди поговори с ними. Вот, если ты готов это делать прямо сейчас, значит, тебе первое, первое, не безразлично, что происходит. Ты не просто продан за какие-то деньги, а ты хочешь решить проблему, задачу того клиента или той компании, которая к тебе обратилась. И второе, ты это можешь делать, или ты хотя бы можешь попытаться сделать максимум, чтобы продемонстрировать. Вот, наверное, дополняя эти слова, Максим, вот в этом и состоит. Ну, то есть, я пытаюсь это для себя переложить, по сути дела, это некий сплав навыков из области публичности, педагогики, методологии. И желание действовать сейчас. Да, плюс еще управленческие скиллы какие-то, потому что договориться, как-то людей вовлечь, это все, в сути есть лидерства. Да, конечно, вот сейчас с собой аудитория, наши зрители не знают, здесь 4 человека, и, соответственно, если бы была такая задача, я бы периодически делал. Вот, Богдан, буквально одновременно, разрешите, выходите, пожалуйста, да, расскажите жестами, управлением, именем. Ты должен делать так, чтобы аудитория, которая находится вот в этой камере, получала не только удовольствие, а в единицу времени она получала больше знаний от разных людей, включая гостей, которых мы приглашаем. Таким образом, твой выбор в сторону бизнес-тренерства, это был выбор в сторону, по всей видимости, некого предназначения. Наверное, да, но я не сразу это понял. Я думаю, будет такое интересное мое мышление в свои годы, мне сейчас 36, было 20 лет, когда я учился на 4 курсе вуза, до этого я там ходил по квартирам, проводил соцопросы, где-то подрабатывал, работал на газе, колеса ставил. Но первая моя такая официальная работа была кадровое агентство. Я пришел, и с первого дня я был счастлив, у меня была зарплата 2000 рублей в месяц, мне так понравилось просто работать с людьми, общаться, смотреть резюме. Я помню, как я увидел резюме человека, который получает аж 1000 долларов в месяц, мне это поразило, что есть такие люди, и он может ко мне прийти, а я с ним беседую, как бы я даже выше, круче, я ему вопросы задаю, а он 1000 долларов зарабатывает. И вот эта вот возможность работать с интересными людьми, ну тогда еще казалось интересными, а потом все выше и выше и выше, мне это очень понравилось. А потом, когда набрался опыта, я стал думать, а что мне с этим делать, с этим багажом знаний. Я стал проводить обучение в ВУЗе, в ВУЗах бесплатно, учить студентов в успешной карьере, напрямую, мне стало скучно просто рассказывать. Я стал брать трубку телефона и звонить, говорю, в какую организацию хотите устроиться, где хотите, в Лукоиле, давайте сейчас туда позвоним. Звонили в Лукоиле, по громкой связи, я договорился с менеджером персонала, который брали трубку, на них переключался, чтобы они меня пригласили на собеседование. Вместо меня был некий там Дима, то я за него говорил, он сидел в третьем ряду. То, о чем ты говоришь, это формат, который пройдется в реалити-шоу в твоих тренингах, да, это такая твоя коронная фишка? Можно сказать и так, да. Расскажи, как это работает. Я просто веду тренинг, провожу выступления, провожу интервью и говорю, Максим, есть какая-то задача. Максим, например, говорит, ну, например, ты можешь позвонить моему клиенту и решить вопрос. К примеру, сделай так, чтобы он вернул мне деньги. Или, там, продай ему наш товар, наш продукт. И я делаю то, о чем идет речь. Вот, без блудения, интересная мысль. Случай, случай в Сочи, 25 декабря у меня было трехдневное мероприятие, там, выездной тренинг, и в этом году он тоже будет. Приехали ребята, ну, как владельцы компаний, там, дорогая стоимость билета была, и им должны были 18 миллионов рублей. Одна организация, в Чехии у них находится офис, ну, они русскоговорящие. В общем, я им позвонил, и они до конца декабря вернули 9 миллионов, а в январе пообещали еще вернуть деньги. Что ты сделал для этого? Я просто долго и правильно разговаривал. Но еще что важно, перед тем, как звонить, я кое-что проанализировал. Я узнал, как зовут начальников того человека, той женщины, с которой я должен был разговаривать. А начальница еще есть выше, чтобы в правильный момент произнести нужные слова. Например, мол, я в растерянности, Максим, я даже не знаю, с кем мне говорить с вами, или со Степаном Анатольевичем, или с Богданом пригласить. Максим, вы скажите, как делать? А это все ее начальники, да? Это да, это как бы заодно было в процессе разговора. Не только это, еще и правильный разговор. Какой алгоритм, если выделять максимально компактно такого успешного, эффективного звонка? КПД-алгоритм. Контакт, продажа, договоренность. Я разговариваю с большим министром, или я разговариваю с маленьким клиентом, без разницы. Но если речь идет о первичном звонке, контакте первичном, то схема КПД. Если уже второй, третий, там схемы могут быть разные, в зависимости от теплоты и разговора. К, контакт, например, вы взяли трубку, я что продаю вам? Шлакоблоки. У меня любимый товар в шлакоблоке. Хорошо, я звоню и говорю, а вы директор по закупкам, например, да? Да, я где-то по закупкам шлакоблоков. Шлакоблоков, хорошо. Алло, Максим? Да. Добрый день. Добрый. Это Владимир Якуба, шлакоблоки плюс Москва. Есть буквально пару минут? Слушайте, я очень занят. Та 30 секунд, разрешите. Ну давайте. Дело в том, что я подумал вопрос, перехожу на букупе, продажа. Я буквально подумал вопросом, звоню. Первое, мне просто порекомендовали, сказали, именно вы занимаетесь закупкой шлакоблоков, арматуры, там правильно, да? Это правильно, да. Ну и второе, раз уж бежите, разрешите коротко информацию, в WhatsApp скину, а потом перезвоню. Или сейчас можем поговорить? Слушайте, сейчас точно не нужно, у нас прекрасные поставщики и у нас все в парике с шлакоблоками. Все понял, тогда не буду торопить время. Я эту информацию дополнительно отправлю, просто у нас там, знаете, появилась в шлакоблоках такая арматура 25-я. Это такое уникальное сочетание. Ну ладно, сейчас не буду об этом говорить, я скину и после этого перенаберу, хорошо? Хорошо. А потом встретимся, обсудим. Кстати, как у вас с четвергом, нормально? Нет, слушайте, я пока не, давайте скидывайте, я с берез. Все, договорюсь. Тогда, если что, скидываю и конец недели будем планировать. Спасибо, Максим, хорошего дня. До звонка. Это было импровизацией, как бы, ну понятно, как бы алгоритм понятен. То есть ты держишь человека, да, ты пытаешься… Ты не пережимаешь, то есть ты продаешь, но не пережимаешь, чтобы у вас раздражения не было. То есть я вот до этого достиг нотки, и я почувствовал, ну, соответственно, сейчас все слышали, что если бы я шал настаивать пережимать, вы бы меня могли и послать. Ну и Д, находить какую-то договоренность, типа встреча или же следующий разговор. У нас сейчас следующий разговор и WhatsApp, кстати. Ой, Дарья, добрый день, будьте добры, подскажите, пожалуйста, ваш адрес почтовый. Где вы находитесь? Наш адрес. Ага, ага. Так, а индекс помните? Ну, да. Ага. Индекс почтовый? Ага. Нет, почтовый индекс, я вам не подскажу. Давайте просто почту вам скажу. А, нет, почту не надо, там, Влад, там весьма. Ну и фамилия, инициал у вас начальник мужчин там по сети главный, по сети ресторан. Как его фамилия, инициал? Это Бровольский, А, В. Это Александр Валерьевич, да, вроде? Андрей Владимирович. Ой, перепутанно было. Андрей Владимирович, да. А скажите, у него еще зам есть, который по вашему ресторану курирует? Он директор, что ли, я не знаю. Как его? Ну да, у нас есть. А как зовут? Ну, женщина вас, да, я знаю. Как зовут ее? Я зовут Анастасия. Анастасия, точно, да, Анастасия. А она на месте сейчас? А вы почему не перейдете? Да, просто переключите. Сейчас, секундочку, нам с кем надо переговорить? Или с тем только? Ну конечно, все, пока. А, а скажите, а вот с Андреем Владимировичем по кому телефон связывается? Там вот же в офисе сидит, наверное, да? Ну, вы можете вот на сайте посмотреть у нас, там информация по кому-то в офисе сидит. Ну там городской телефон написан, да, вот этот, который на сайте? Да, и вы туда звоните, там вас есть что-то серьезное, вас там не меняют. Ну серьезно тут у меня, да, руководитель у меня, Полина Александровна? Ладно, все, понял, хорошо. А вас как зовут? Меня зовут Дарья. Дарья, а вы курируете в администраторах, да, Дарья? У меня лишь передач. А, все, понял, Дарья. Ладно, все, спасибо, Дарья, хорошего дня, всего вам доброго, до свидания. Вот так Дарья сдает своих руководителей. Как много тренингов ты проводишь? 144 выступления в позапрошлом году, 134 в прошлом, 126 в этом. А почему ты не сказал, когда говорил о бизнесах, что это тоже твой бизнес и, возможно, доминирующий по доходу? Это тоже мой бизнес. И, кстати, в определенный период он доминирует. Иногда тут разные времена бывают, там даже с отрывом бывает. Когда мне хорошо платят, а как-то мне заказчики оплачивают мою работу щедро. Но, в следующем случае, по количеству там можно умножить. Это бизнес, который, скажем так, он номер 4, но я только делю немного. Предпринимательство там в реальных секторах или когда ты предприниматель, черточка руководитель, ты менеджер, ты организатор. И предприниматель, это, знаете, больше ремесло. В свое время я участвовал в одном таком шоу на ТНТ, назывался он «Кандидат с Потанином». И нам Потанин в одной серии сказал, говорит, ребята, мы там деловое задание выполнили, и говорит, если ты ушел из бизнеса, уехал в отпуск еще куда-то, и он без тебя не работает, это не бизнес. Это проект или ремесло, называть как хотите. Это самозанятость, мне очень нравится. Вот, вот, это хорошее, да. А бизнес, это когда ты запустил, вышел, пришел, проконтролировал, помог, включился, опять ушел. Вот это вот бизнес. Поэтому три направления, это предпринимательство, какие-то больше, какие-то меньше. Какими-то я могу больше заниматься в определенный период времени или меньше. Но вот второе, это ремесло. Кстати, эта самозанятость мне очень нравится. Я от нее получаю необыкновенное удовольствие, потому что я вижу много положительной обратной связи от людей. В каких случаях обращаются к тебе, к компании, какие задачи они решают с твоей помощью? Топовая задача – это продажи. Это управление продажами, это замотивировать, холодные звонки настроить, входящие переговоры. Кстати, к слову сказать, сегодня на тренинге мы позвонили в клинику, большую частную клинику, одну из самых больших московских. Участник, я говорю, давайте позвоним, просто проверим. И участник в зале говорит, вот, Владимир, возьмите номер телефона, считается, что у них самые клиенториентированные администраторы. И мы туда позвонили, но, знаете, как участник сказали, три с минусом. Была бы громкая связь, вы его поняли, повторять не хочется. И так вот, как настроить дорожку телефонных переговоров, общения, коммуникации на переговоры с клиентами, то, что касается продажи переговоров, вот об этом и идет речь. И плюс, наверное, глядя на тебя, понимаю, что зажечник энергии вот этой вот драйвом, который необходим продажнику. Чтобы Максим взял шлакоблоки, они уже такие классные. Там арматура 25-ая, вы не представляете, внутри. Сколько стоит твой тренинг? Я немного уклончиво отвечу и скажу, сколько на рынке зарабатывают тренеры с похожим опытом, как у меня. И это обычно суммы от 200 до 400-500 тысяч рублей за один день. Возьмем среднеарифметическое 300, умножим на 100, грубо говоря, тренингов в год и получим, в принципе, неплохие деньги. Ну, например, я провел тренинг в тюрьме, например, я обучал сотрудников ГАИ, например, детей слабовидящих. А ГАИ за чем обучал? Вы удивитесь, противодействие эмоциональному экстремизму, мы так это назвали. Бывают случаи, когда водители наезжают на сотрудников ДПС, снимают на камеру, выкладывают в интернет. У меня была такая вот... А можно какую ситуацию такую показать или разыграть? Вот, скажем, если ты наезжающий, а я сотрудник ДПС, я останавливаю, пожалуйста, ваши документы. А скажите, а почему вы просите меня документы предъявить? Какое основание? Вы меня остановили. Почему? Ну, вы нарушили. И вот примерно так. Я начинаю, как пассажир, как водитель, я начинаю на вас наезжать. Вы, в общем-то, просто спросили документы. Я оперирую там двумя-три днями статьями закона. Соответственно, назовите основание, пожалуйста, предъявите ваш значок. Почему у вас его нет? По какой причине вас сейчас двое находятся? Почему вы остановите меня не на посту? И так далее, и так далее. И вот, соответственно, если сотрудник ДПС выйдет из себя и неправильно себя поведет, то это может выйти боком. Это у меня был один раз, и это был запрос от одного руководителя в этой организации, моего хорошего знакомого. Мы провели, и я очень удивился, что, оказывается, сотрудники не такие гибкие. То есть не так правильно могут излагать информацию. Как нужно. Слушай, ну, мне кажется, там действительно для этого просто нужна некая такая как-то рогнитивная гибкость, умение общаться. А люди, которые там приходят, часто не проходят тестирование на это. Да, и, кстати, интереснее был случай, когда я провел тренинг в колонии строгого режима. Сормовский район, Нижегородская область. А там что ты придал? Ну, у вас было такое, что вам звонят и говорят, здравствуйте. А, мам, эсэмэски. Мама, вышли денег срочно. У меня не был, слышал много, да? Да. Ну, вот мои ребята работают. Шучу, шучу. Так вот, нет, тема называлась «Секреты успешной карьеры после выхода из зоны». Это было два года тому назад. У них-то на территории строгий режим. Храм находится небольшой, часовенька. Там есть батюшка. Он меня пригласил, попросил провести. И, соответственно, я рассказывал участникам, как себя, что ли, продавать, как объяснять на свободе, что ты толковый специалист. Например, я помню, один парень, Ренат, просил в тюрьме 12 лет, выходит досрочно. За что я не стал спрашивать. Но он хороший сварщик. И, соответственно, он должен был на собеседовании объяснить, что он делал 12 лет. И все-таки сместить этот акцент в то, что он хороший сварщик газовый и аргонный. А то есть бывают случаи, они выходят, их никто не берет на работу, их никто не принимает, они изгоя. И после этого что делать? Как в фильме. Украл, выпил. И в тюрьму. Пишешь ли за кем-то из своих коллег, бизнес-тренеров, из тех светил, которые ездят по рынку? Обязательно. Это же конкурентная среда. Ну вот, знаете, если бы я продавал Максим шлакоблоки, а вы меня знаете, я этим занимаюсь давно, то я бы, предполагая, что вы у кого-то берете шлакоблоки, должен был проанализировать, не только посмотреть в интернете сайты, а позвонить в одну, вторую, третью, послушать, как они разговаривают. В общем, конкурентной разведкой должен был заниматься. И только на основе этого, позвонив вам Максим, я должен был не только болтать правильно, разговаривать, а очень конкретно заносить, почему шлакоблоки с такой же ценой или, может быть, дороже, будут лучше для вас. Как, с этой точки зрения, будет развиваться рынок этого бизнес-тренерства? Вымоет ли с него вот этих профанаторов-инфобизнесменов? И станет ли со временем проще отличать сильных специалистов в этой области от тех, кто себя такими пытается нарисовать? Ты задал три вопроса, отвечу непоследовательно. Как будет развиваться поступательно и количество запросов и людей, которые будут проводить обучение, будет больше? Потому что потребность в образовании, в таком быстром образовании, в таком, как говорят модно, agile, scrum образовании, такие вот модные термины, параллельно с работой есть. Причем вообще сейчас, в принципе, ходят по везде о том, что lifelong learning – это становится нормой. То есть постоянное обучение, постоянное повышение квалификации. Да, более того, внешнее обучение, когда тебе разный спикер рассказывают, получается более качественно, потому что это взгляд разных людей со стороны. И чем взгляд со своего руководителя. Как говорят, знаете, еще в своем… нет пророка в своем отечестве. То есть, знаете, как мне клиенты говорят, Владимир, вот то, что вы рассказываете, я и так все знаю, я им объясняю, они мне не верят. А вам, вы как бы чужак, вам больше поверят. Это вот как. Второе, вымыть ли, как вы спрашивали других инфобинтсменов, я думаю, что нет. Потому что очень сложно отличить, да, не специалистов. Две вещи. Первое, сложно отличить, второе, очень легко войти в эту сферу. Фактически, ты создал коробочный продукт, записал пару видео вот в такой же красивой студии. Даже некрасиво можно записать. Да ладно, согласен, да. И таргетированная реклама. Все, и тебя уже хоть кто-то может там покупать. Или там холодные звонки. И заключительно, я уже так немного перефразирую, что… Я отвечу таким образом. Как будет этот рынок развиваться в целом? Вот, на мой взгляд, людей, которые больше понимают, что обучаться и развиваться нужно, их больше. Тренеров, там, качественных тоже становится много. Их качество становится все больше, да? Да, да. Но теперь, который вопрос был больше про качество. Как сможет ли заказчик, смогут ли заказчики отличить? Если они будут задавать такие точные вопросы, первое, твой опыт бэкграунд, второе, знаете, как у меня был на переговорах, а ты прямо сейчас можешь показать? У меня было как-то в компании ГАЗ. И позвоните в компанию DHL, можешь? Я помню, я позвонил, договорился с DHL на переговоры. То есть, показывайте, что он может сделать прямо сейчас. Третье, смотрите отзывы, читайте, звонайте. Знаете, как с кандидатом, которого ты берешь на работу. Почему бы этого не сделать? И четвертое, реально, если хотите, харизма, подход к работе, умение жестикулировать, умение двигаться. Ну, вот, четвертые вещи. Окей. Если вы сможете это все как-то по полочкам раскладывать, то тогда вы сэкономите время, усилие и деньги. Продолжение следует...